Официальные партнеры программы «Новости дня». Торговая группа «Абсолют», компания «Линия неба». В прямом эфире ТВ-кома «Новости дня» в студии Юлия Пермякова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко расскажу о главных событиях, которые произошли в республике и ее столице. Общая площадь составляет более 400 квадратов. Данный зал был законсервирован. Рухнуло за секунды. В Доме культуры на стеклозаводе обвалилась крыша. Причиной гибели человека явилось употребление спиртных напитков. Очередная трагедия на воде из-за употребления алкоголя. Мужчина утонул, спрыгнув со старого закрытого Селенгинского моста. Вами гордимся. Мы вас верим. Вперед! Уракша! 387 медалистов. Из них 22 ученика – 100 бальники по ЕГЭ. Лучшим выпускникам школ Улан-Удэ вручили медали. Сегодня ранним утром жителей стеклозавода напугал грохот. Обрушилась крыша в Доме культуры. Человеческих жертв удалось избежать. Сейчас выясняются причины инцидента. Мэр города взял на личный контроль это происшествие. С места событий мой коллега Руслан Хороших. За моей спиной находится тот самый дом культуры «Кристалл», где, по нашей информации, сегодня произошло обрушение кровли. Это случилось ранним утром. В сетях местные жители пишут, что из-за грохота даже проснулись. На вахте эту информацию опровергать не стали, но дальше в фойе нас не пустили. В здании, кроме вахтера, никого нет. Позже пришло руководство, но какого-то внятного ответа о том, что же все-таки произошло, нам не удалось получить. После этого непродолжительного диалога мы вышли на улицу и... Пару минут назад мы вышли из здания, и за нами сразу же закрыли дверь, и теперь мы не можем попасть обратно. О деталях нам рассказали в администрации города. Оказывается, крыша обвалилась в помещении, которое давно не эксплуатируется. Однако в этом же здании до сих пор работала библиотека. Здесь библиотека находится. Там дальше малый зал и административные здания. Сразу после сообщения об обрушении на место выехали экстренные службы сотрудники Комитета по культуре и администрации Советского района. Общая площадь составляет более 400 квадратов. Данный зал был законсервирован, носил аварийный характер. Характер пострадавших и погибших нет. В настоящий момент с администрацией города принимается решение о возможности разбора части конструкции в целях обезопасить посетителей ДК «Кристалл». Ситуацию взял под личный контроль мэр Уланде Игорь Шутенков. В своем телеграм-канале он сообщил, что библиотеку и социально-культурный центр «Кристалл» переведут в ДК имени Вакжанова. А воспитанники детской школы искусств номер 13 будут заниматься в 43-й школе. Руслан Хороших, Евгений Павлов. Новости дня. И к другим происшествиям. В Улан-Удэ утонул мужчина, а в Гусенозерске мошенники довели бабушку до смерти. Подробности в нашей рубрике «Горячая линия ТВКОМ». Алкоголь снова стал причиной смерти на воде. Двое мужчин спрыгнули со старого автомобильного моста на Селинге. Мужчины проникли на данный мост, при этом пройдя через заграждение и запрещающие передвижение по объекту знак. Оказавшись в воде, приятель погибшего поплыл к берегу, призывая сделать это своего друга. Но тот не отреагировал на призыв и стал сплавляться вниз по течению. Через некоторое время мужчина утонул. Это подтверждают очевидцы. Причиной гибели человека явилось употребление спиртных напитков, игнорирование знаков, предупреждающих об опасности, и правил поведения на воде. Приятелю погибшего, можно сказать, просто повезло. Напомню, с начала купального сезона это уже 14-й утонувший, 6-й из этого числа дети. Мошенники довели до смерти пенсионерку из Бурятии. В Гусино-Озерске пожилая женщина скончалась, узнав, что более полумиллиона рублей она дала аферистам. В этом же городе еще одну пенсионерку разбил инсульт после того, как выяснилось, что негодяи обманули ее почти на 300 тысяч рублей. Одного из участников преступной группировки уже вычислили. В отношении 20-летнего парня возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Авария, как в кино, только вместо каскадера водители на марке, который устроил крупное ДТП на Барсоева. 19-летний парень на Тойоте Креста решил перестроиться, но не убедился, что его пропускают. Таким образом, Креста столкнулась с Хондой, которая ехала в попутном направлении. От удара Тойоту выкинула на полосу встречного движения, машина влетела в Тойоту Пассо, а по дороге Креста свернула в электроопору. Виновник аварии был трезв. В Бурятии ребенок повредил глаз ножом. ЧП произошло в Гусенозерске. Малыш резал хлеб, нож выскользнул из его рук и попал прямо в правый глаз. О том, что произошло, он не стал говорить родителям, но они, увидев покраснение, повезли его в районную больницу, а оттуда уже в ДРКБ. Рана была глубокая, травмирована роговица с переходом на склеру, с выпадением и ущемлением радужной оболочки. Благодаря врачам мальчику удалось сохранить зрение. Сейчас ему уже сняли последние швы. Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане встретился с президентом Монголии. Лидеры двух стран обсудили сотрудничество в сфере энергетики и обороте углеводородов, в частности, строительство трубы «Союз Восток», которая должна стать частью газопровода «Сила Сибири». Кроме того, сегодня в России есть квота для монгольских студентов. Она рассчитана на 620 человек. Владимир Путин выразил готовность ее расширить. Отмечу, Монголия является государственным наблюдателем Шанхайской организации сотрудничества. Радостное волнение, напутственные слова и долгожданная награда. Лучшим выпускникам школ Улан-Удэ вручили золотые и серебряные медали. О том, как прошло мероприятие и какие планы у будущих студентов, расскажет Олеся Цыкина. Позади итоговые экзамены, бессонные ночи и 11 лет учебы. Впереди прекрасные годы студенчества и первые шаги во взрослую жизнь. Сегодня вы находитесь на этапе, на границе, на моменте выбора своей будущей профессии. Поэтому я желаю, чтобы вы нашли себе дело по душе. Тогда даже самые сложные задачи для вас будут решаться легко. У вас будет все получаться, а ваши результаты будут вас самим вдохновлять и вдохновлять других. Желаю, чтобы вы получили образование, различное образование, лучшие в вузы поступили. И, конечно же, как и все, мы говорим, приезжайте домой, поднимайте наш город Улан-Удэ, республику Боретия. Мы вами гордимся, мы вас верим. Вперед! Уракша! В этом году в Улан-Удэ 387 медалистов, из них 22 – стабальники ЕГЭ. К золотым и серебряным медалям выпускников ввели самоотверженный труд учителей и поддержка родителей. Это не только церемония праздничная, но и церемония подведения итогов. Мы гордимся достижениями наших выпускников, мы гордимся трудом наших педагогов. Мы очень гордимся своим сыном. Вот сегодня получили серебряную медаль. Мы очень довольны и очень рады. Драгоценными результатами ребята гордятся и планы у них грандиозные. Не верится, честно. Столько шли к этому, столько работали, не верится. Получили вот, рады, довольны. Если честно, планируем в Москву, в Питер, вот больше туда. Какая специальность? Мы физмат, физики, информатики, программисты. Я хотел бы стать, разрабатывать компьютерные игры. Хотел бы какую-то крупную компанию большую и участвовать в разработке крупной игры компьютерной, чтобы в нее играли миллионы людей. 36 выпускников уже приглашают вузы других регионов. Ну а после окончания их всех ждут на родине. И где бы вы ни учились, помните, что родной город вас всегда ждет. Я уверен и надеюсь, что вы вернетесь грамотными специалистами, хорошими врачами, учителями, строителями, инженерами. Ведь, как сказано только что, будущее Воланде, будущее Гурятии, будущее страны за вами. Олеся Цыкина, Сергей Медведев, Новости дня. Вернешься в Воланде? Да. Вместо нового велосипеда выбрал помощь бойцам. История 11-летнего Вовы Носкова, который на заработанные хорошими оценками деньги отправил посылку защитникам Родины, облетела всю страну. Велик купили родители, а вот бумеранг добра, который запустил Вова, дает о себе знать до сих пор. К акции помощи военнослужащим подключились одноклассники мальчика и знакомые семьи. А Вова уже отправил военнослужащим еще одну посылку. В ней компрессионные чулки, бинты, другие медикаменты, сладости, а также письмо для наших бойцов. Здравствуйте, дорогие защитники Родины. Меня зовут Вова, мне 11 лет, я перешел в пятый класс. Мой любимый предмет – математика и география. Я очень люблю свою Родину, Россию. Я знаю, что сейчас проводится СВО, поэтому я решил накопленные деньги передать ребятам на фронт. Они там нужнее. Я очень рад, что могу принести свой вклад в нашу победу. Кроме того, Вова и его семья передали в военный госпиталь Улан-Удэ пять пар костылей. Их закупили на деньги знакомого родителей. В селе Сосновоозерское Яравнинского района продолжают строить многострадальную школу. Напомню, подрядчика задержали, поместили в СИЗО и обвиняют в хищении 36 миллионов рублей. Сейчас появились слухи, что стройматериалы с объекта перенаправили на строительство дома для врачей и учителей. Школу же вообще решено сделать одноэтажное вместо запланированных трех. На Управлении капитального строительства Бурятии эту информацию опровергли. Острой монтаж приступил к демонтажу инженерного оборудования внутри школы и к демонтажу части третьего этажа одного блока. После этого будет выполнено усиление железобетонных конструкций, монтаж порядка 8-9 новых железобетонных колонн, части перекрытия и достройка школы в том же самом проекте, который был изначально. Недавно школу посетил Алексей Циденов. В своем телеграм-канале он написал, что так строить, безусловно, было нельзя. Но сейчас приняты наиболее эффективные и безопасные технические решения. Школа в любом случае будет достроена. Восточно-сибирский свинокомплекс проверят природоохранная прокуратура и Россельхознадзор. Предприятие подозревают в том, что там не исполняют требования по утилизации свиного навоза. В Россельхознадзоре заявили, что по предварительной информации в декабре прошлого года предприятие занизило объем отходов более чем в 2,5 раза. Далее небольшой перерыв. Не переключайтесь, скоро вернемся. Семейская есть. Есть семейская, от бабушки досталось. Не модно, стыдно или неудобно? Почему в Бурятии редко носят одежду в национальном стиле? И в дождь, и в зной мы всегда круглосуточно на посту, 365 дней в году. Все ли гаишники злые? Откровение сотрудников автоинспекции в день профессионального праздника. Абсолют на Терешковой 50 и Строителей 17 все лето работает круглосуточно. С заботой о вас Абсолют. Покупай в Абсолюте выгодно. Кетчуп Махеев всего за 69,89. Абсолют. Гарант низких цен. Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Спасибо, что остаетесь с нами. Это новости дня. И мы продолжаем прямой эфир. Иволгинский маньяк в главной роли. Отмена ЕГЭ и ажиотаж на кондиционеры. О самых интересных событиях из сети расскажем за пару минут. Прославился жестокостью. Команда федерального канала снимает передачу об Иволгинском потрошителе. Своё прозвище он получил, потому что убивая женщин, расчленял их, потрошил и употреблял в пищу. Сам преступник родом из Киргизии. Маньяка приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывает в колонии Черный Дельфин. Единый государственный экзамен отменят, возможно, уже этой осенью. Рассмотрение законопроекта в Госдуме намечено на октябрь. Депутаты хотят заменить ЕГЭ на экзамены по предметам, как это было до тестирования. Поправки решили рассмотреть из-за роста подростковых суицидов, связанных с учёбой. Амурскую область заволокло едким дымом. Ощущение, что вокруг туман. Однако сейчас в регионе бушуют лесные пожары. Полыхает в 20 точках уже почти неделю. Причина возгораний – страшная жара. Между тем из-за жары по всей стране в полтора раза выросли продажи кондиционеров. Да и стоимость подскочила на 20%. Охлаждающую технику за неделю приобрели на 55% больше, чем в этот же период годом ранее. Россиян могут начать штрафовать каждый день за езду без страховки по госномеру через дорожные камеры. Масштабную инициативу готовит совместно МВД, Центробанк и Российский союз автостраховщиков. Госдума может рассмотреть её уже в начале августа, в завершении весенней сессии. Планируется, что штрафовать за поездки без ОСАГО будут не более одного раза в день. Однако количество дней не ограничено. Таким образом, за месяц у любителей ездить без страховки может накопиться штрафов почти на 25 тысяч рублей. Они круглосуточно следят за порядком на дороге, заботятся о безопасности водителей и пешеходов, часто рискуя собственной жизнью. Тем не менее, многие их недолюбливают и стараются избегать. В эти дни сотрудники ГАИ отмечают свой профессиональный праздник. К самым медийным представителям автоинспекции поговорила по душам наш корреспондент Екатерина Быкова. Накануне сотрудники ГАИ отметили 88 лет создания автоинспекции. За время существования она пережила огромный прогресс и продолжает совершенствоваться. А ее сотрудники с достоинством несут службу и предотвращают трагедии. Однако многие автомобилисты и пешеходы недооценивают важность этой профессии. Служба опасна и трудна действительно? Чем она трудна? Ну, опасна и трудна, мы все понимаем, что не всегда зависит от инспектора то, что произойдет на дороге. Кого он остановит? Кому он подойдет? Бывают и добропорядочные граждане, ну а бывают ведь и недобропорядочные граждане. Поэтому она опасна и труда. Мы работаем без выходных, практически без выходных. Все на благо того, чтобы было безопасно на нашей дороге. Вот видите, сегодня тепло и в дождь и в зной. Мы всегда круглосуточно на посту, 365 дней в году, 24 часа в сутки без перерыва на обед. Тяжело. Но мы справляемся. Мы тут такое мнение, что госавтоинспекция – это злые какие-то плохие. Я готов разуверить, я готов развеять этот миф. Мы вообще, мы как сотрудники госавтоинспекции, ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. Все по местам. Полиция поедет. И правда, люди, которые не нарушают ПДД на сотрудников ГАИ, не жалуются. Автоинспекторы всегда добродушны к тем, кто оказался в сложной ситуации. Они могут сами доставить человека в медучреждение и порой даже помочь поменять колесо. А сами когда-нибудь нарушаете? Бывало такое? Бывает то, что мы нарушаем, но мы нарушаем по служебному специальному заданию с использованием проблесковых маячков. И звуковой сигнализации. Еще вопросы задавайте. В чем смысл жизни для вас? Вот это вообще так. Я вот не был готов ответить. Я, может, лучше про сотрудника госавтоинспекции расскажу. Ну, вообще, просто моя... Нет, давайте про вас, вот конкретно про вас. Просто вас чаще всего люди видят, телезрители интересуются очень вообще тем, кто вы, что вы. Я такой же человек, как и все. А вы счастливы? Да. Надо выйти, видеть мир таким, как он есть. И я вижу его хорошим, позитивным миром. А то, что в чем смысл жизни? Ну, действительно, в самой жизни. Даже, можно сказать, такой дни жизни, даже горький ценит. Ведь безвозвратно уходят и они. А вообще, я считаю, что сотрудники ГИБДД, они заслуживают к себе все-таки более лояльного отношения и уважения, потому что это все-таки стражи порядка. Считаю, что им большой дань надо отдать за их работу, за их понимание, за их уважение и за то, как они умеют доносить до нас информацию о правилах дорожного движения. Накануне в честь праздника на площади Советов сотрудники ГИБДД организовали выставку служебных машин. Полицейские не только показали автомобили, но и предоставили возможность почувствовать себя в их роли. Вот, видишь, свет, когда загорается, вот, загорелся, все. То есть, маячки включены. Вот это, вот нет, сбоку. Раз, два, три, с днем ГАИ. Свет сразу. Екатерина Быкова, Батогармын, Новости дня. Почему в Монголии и других странах носят национальную одежду в повседневной жизни, а у нас нет? А если и носят, то очень редко. Немодно, стыдно, неудобно или дорого. Мы спросили об этом простых горожан, экспертов и артистов ведущих национальных театров, русского и бурятского. Их ответы и мнения в следующем сюжете. А почему, думаете, люди не носят свои традиционные народные наряды? Наверное, потому что они не подстроены под нашу реальную жизнь. Если бы они были более удобными, скажем так, я думаю, люди бы использовали. Ну, у меня есть славянская, там, кушак использовала, лежит сейчас в шкафу, скажем так. Ну, для меня не актуально. Просто для меня. А некуда надеть или... Некуда надеть, да, больше. Ну, а куда выйти в таком наряде? На тебя будут... Будешь очень много внимания привлекать к себе. Наоборот, это даже приветствуется. Это же твой стиль одежды. Ну, сейчас же начали очень многие носить. Возрождается же это все старое. А у вас есть костюм? Нет, у меня нет. А хотелось бы носить национальные одежды? Ну, да. На шухарбан одевать вот так вот. А где мы живем, там не одевают? Семейская есть. Есть семейская. От бабушки досталось. А как относитесь к тому, чтобы в повседневной жизни носить? Ну, как? Ну, сейчас же не носят уже такое. Немного другого мнения придерживаются артисты национальных театров «Байкал» и «Забала». Все они активные сторонники национальной одежды. Правда, большинство носит ее лишь на сцене. В чем ходит в обыденной жизни артист? В обыденной жизни артист? Ну, так же, как все люди, в принципе. Ну, знаете, мы тоже, как бы лично я себе шил русскую рубаху, русскую косоворотку. Мне нравятся такие некие этнические мотивы в одежде. И вот даже сейчас вы можете заметить, у меня репетиционная футболка, вот здесь такие вот пуговички. Сейчас модно знать свои корни, знать свою культуру. И вот начинает выпускаться одежда, к сожалению, у нас в городе этого вообще практически нет. Никогда не думал, я всю жизнь выступал на сцене в косоворотке. И для меня, ну, в принципе, это обыденно, да, вот ходить, на сцене выходить. А в жизни, я думал, это неудобно. Но я попробовал, я рекомендую вам, если честно говоря. Наверное, у нас не сильно популяризировано это, в принципе. У нас не носят прям традиционные костюмы. Но я заметила, что одевают больше наряды бабушки. Это круто, я считаю, потому что... Но я, конечно, стараюсь одевать более стилизованные наряды какие-то. Я вот смотрю тоже, ребята ходят, стилизованная национальная одежда, это шикарно. Это классно смотрится. Но вот нашей чисто русской стилизованной одежды здесь нет. Может быть, появится когда-нибудь. Если бы они были доступны в наших магазинах, доступны ценой, тогда бы, я думаю, что и количество повседневной одежды в национальном стиле было бы намного больше. Но сейчас, мне кажется, благодаря вот нашему творчеству, других коллективов, которые занимаются народной, национальной культурой, искусством, все-таки как-то уже сейчас не так стыдно. Ну, мы... Вот у нас есть в ансамбле, да, два человека, которые уже одели рубашки, ходят, в таком косоворотке, казачьи, русские. Так в чем же проблема? Почему многие на словах за национальную одежду, а на деле носят ее крайне редко или вообще не носят? Может быть, ее просто нет или она слишком дорогая? Прям за ответами мы отправились к тем, кто ее производит. Обычная ХВ-кулирка. Чуть-чуть стилизовали, и вот она. А что дороже? Обычная рубашка, либо вот она ценальная? Ну, обычная рубашка, конечно, дешевле. Дороже национальная, потому что там пуговицы используются, пуговицы у нас дорогие. Вот эти петельки всей ручной работы. Все равно дороже, конечно, будет. А из чего складывается вообще цена на изделие? Цена на изделие, ну, от кроя, от ткани, от кроя, от фурнитуры и от времени. Обычную рубашку можно там, ну, зачашить, да? А такой стилизованной все равно дольше. Сегодня национальная одежда – это не только традиционные костюмы, как в старину. Все больше появляется современных стилизованных изданий. Ясно одно – ниша свободна, и спрос постепенно растет. А вот предложений пока не хватает на рынке. Особенно одежды в русском стиле. Боярцы Дыпов, Валентина Цибикова, Жаргал Церендашиев. Новости дня. И вообще у нас город маленький. Мы стараемся, чтобы не было такого, чтобы все ходили в одинаковых. У нас же свадьба такая, ну, все родственники. Тивиком вновь побывал в гостях у футбольного клуба «Бурятия». Наша команда завершает первую половину сезона. Осталось всего две игры. Сейчас игроки активно готовятся к домашним матчам и проводят тренировки. Участие в одной из них принял и мой коллега Андрей Слепнев. Мы вновь приехали в гости к футбольному клубу «Бурятия». На этот раз на тренировку. У ребят близится середина сезона, пока наша команда идет на седьмом месте в турнирной таблице. Совсем скоро наши футболисты проведут два ближайших домашних матча, где нужно брать шесть очков и подниматься вверх. В середине сезона наша команда на экваторе турнирной таблицы. Но есть шанс взлететь на четвертое место, если победим в ближайших домашних матчах. Прошлые две игры наша команда провела не совсем удачно. В Барнауле сыграли 4-4 с полимером и проиграли темпу 4-0. Ну, я думаю, все-таки мы сейчас на своем месте. Те очки, которые не добрали, все-таки это наши ошибки. Ошибки, они наказуемы именно тем местом, на котором мы сейчас находимся. Мы работаем в этом направлении. Я думаю, если мы отреагируем правильно, то будем подниматься вверх по таблице. Судя по результатам, ну, не положительные. Это однозначно. Мы не хотели на седьмом месте заканчивать. То есть у нас цели и задачи совсем другие. Но я не знаю, почему что-то пошло не так. Где должны были набирать очки. Где-то я не знаю, что происходило. Допустим, вот сейчас на последнем выезде 3-0 обыгрываем команду полимер. Во втором тайме выходим 4-4 играем. И я даже, если честно, до сих пор не могу понять, что произошло в этой игре. Они там готовились. Я уверен, что к нам готовились. Наигрывали там какие-то моменты свои. Наш выход из обороны, мне кажется, они прямо контролировали. Ну, нам тяжело было. Двойне. Ну и пропустили мяч. И, мне кажется, не смогли вернуться в игру после пропущенного мяча. На вторую половину сезона у наших ребят боевой настрой. Впереди еще целых 8 домашних матчей, где нужно брать максимальное количество очков и заканчивать чемпионат на высоком месте. Плюс есть Кубок Сибири, где Бурятия встретится в 1-4 финала с Иркутским Байкалом. Конечно, мы не смогли приехать к футбольному клубу Бурятия просто так. Мы вновь предложим им поучаствовать в челлендже. В прошлый раз победил я. Посмотрим, как все сложится на этот раз. Сегодня я буду соперничать с полузащитником нашего клуба Александром Васильевым. И у меня, Саша, к тебе такое предложение. Буквально два челленджа сначала. Если побеждает кто-то 2-0 в этих челленджах, тогда все, сразу прекращаем заговорочные победы. Если у нас 1-1, там будет еще дополнительное задание. Первое задание будет такое. Игрок будет подавать, получается. Мы будем бить по летящему мячу. Три из трех. Кто быстрее забьет, тот победил. Погнали. Погнали. И началась долгая и мучительная битва. Первые три попытки Александра не увенчались успехом. Впрочем, как и мои. Футболист, конечно, был ближе к победе. Били головой и слету. И всеми другими способами. Но мяч никак не шел в ворота. Ну, давай ты попробуй. В команде тебе пом взамен. Вместо меня пытался забить наш оператор Жаргал Цериндашиев. Сменился бьющий и у Бурятии. Загонять мячи в ворота изъявил желание Андрея Белобородов. Но и это не помогло ни нам, ни им. Мы пытались забить, что я, что Александр. Потом даже поменялись. У меня вышел забивать оператор Жора. У них поменялся игрок на Андрея. Получилось так, что никто не смог забить вратарь. У нас слишком хороший. Но нам все равно надо выявить победителя. Поэтому будет еще одно испытание. Вторым испытанием стало пробитие штрафных ударов до первого попадания. Александр свою попытку реализовал успешно и уверенно. И тут настала моя очередь. Ну, вот все и закончилось. На этот раз победил футболист футбольного клуба Бурятии Александр Васильев. Спасибо за игру. Удачи в матчах. Ну, а я за себя скажу, что когда били по мячам летящим, получается, смотрите, что я сделал. О, поэтому проиграл. Так, победил. Шучу. Первый домашний матч наша команда проведет в ближайшую пятницу. В гости к нам приедет молодежка Новосибирска. Игра начнется в 18.00. Второй матч пройдет в воскресенье. В гости к нам пожалует Динамо Барнаул, также молодежная команда. Приходите на центральный стадион и поддержите нашу команду. Им сейчас нужна поддержка. Андрей Слепнев, Жаргал Цариндашиев. Новости дня. Оставайтесь на телекоме в 20.10 в эфире новости и интервью на бурятском языке. Гости в студии – члены молодежной палаты при Горсовете Улан-Удэ. Начинающие политики расскажут о самых интересных общественных проектах. Ну что ж, таким был этот выпуск. Я еще раз напомню его главные темы. Рухнуло за секунды. В Доме культуры на стеклозаводе обвалилась крыша. Очередная трагедия на воде из-за употребления алкоголя. Мужчина утонул, спрыгнув со старого закрытого Селенгинского моста. 387 медалистов. Из них 22 ученика – 100 бальники по ЕГЭ. Лучшим выпускникам школ Улан-Удэ вручили медали. Немодно, стыдно или неудобно. Почему в Бурятии редко носят одежду в национальном стиле? На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы можете найти на нашем сайте и на страницах в социальных сетях. Я с вами прощаюсь. В студии работала Юлия Пермякова. Всего доброго. До завтра. Абсолют на Байкале. В Горячинске и Максимихе открылись магазины Абсолют. Здесь есть все необходимое для вашего идеального отдыха. Покупай в Абсолюте выгодно. Квас очаковский. 2 литра. Всего за 88 рублей. Абсолют. Гарант низких цен. Ровные как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова